Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что понимаю, вы сейчас устали, понимаю, вы как бы тяготитесь той ответственностью, которую вы на себя взвалили, но давайте подумаем, что стало мотивом для того, чтобы вы так вступили. То есть, если я вас правильно понял, вы удочерили ребенка и теперь чувствуете за него ответственность. Вы этого прямо не пишете, более того, вы даже вопрос никакого не задаете, вы как будто просто поставили нас в известностях о том, что вот есть такая ситуация и все. Давайте вспомним, что заставило вас так вступить. Давайте освежим в вашей памяти смысл того, что вы сделали, ваше личное придание значения тому, что вы сделали, и постараемся понять, актуальны ли для вас смысл и значения в данный момент. Если нет, то почему, если да, то его просто стоит себе напомнить. Второй момент. Он связан с тем, что вы всем окажетесь очень сильным. То есть, по сути, вы не умеете быть слабым, не умеете проявлять слабость. И здесь очень важный момент. Почему? Что мешает вам проявлять слабость? Чего вы боитесь? Чего вы опасаетесь? Неужели нету ни одного человека, который бы нормально, без предупреждений, без предрассудков воспринял бы вас, когда вы слабы? И что доставляло вас создавать у людей образ сильной женщины? Для чего вы это делали? Какую цель преследовали? Если вы были такой всегда, и если ваши родители, например, воспитали вас так, или вы сами себя такой сделали, то, опять-таки, давайте вспомним, для чего вы это делали, какое значение вы придавали тому, что делаете, и какой смысл. И после этого обязательно для себя решим, что нужно быть слабой. Женщине нужно быть слабой хотя бы для того, чтобы мужчина чувствовал себя мужчиной рядом с вами. Женщине нужно быть слабой, чтобы расслабляться, чтобы отдыхать. Почему вы этого себе не позволяете, не очень понятно. Но вот это нужно с вами разобрать. Нужно подумать, в чем бы вы могли проявить слабость, что вас останавливает, чего вы боитесь. И с этим разобраться, проработать и устранить. По общему правилу хочется сказать, что вы какое-то время жили определенным образом. И понятно, что резко вы свой образ жизни не смените никак. Это невозможно. Да и не нужно. То есть не стоит рассчитывать на какой-то такой разительный, кардинальный результат. Но постепенно снижать уровень гиперответственности, постепенно перекладывать какую-то часть ее на других людей, в частности на вашего мужа, например. Все же стоит. И думать о том, почему только вы несете эту ответственность на себе, не давая ее никому, тоже очень нужно. Потому что вполне вероятно, что подобное ощущение, подобное восприятие вам привили. Вы его сделали своим, но при этом не увидели, не заметили причин, по которым вам это дали. А причины являются ключевыми моментами в этом случае. И именно на них вам стоит обратить внимание, чтобы начать менять свою позицию. И тем самым облегчив себе проблему и начав облегчать себе жизнь. Вы человек, и вы женщина. Не нужно обратить на себя от того, что вы не в силах вынести. Тогда ни вы будете, ни будете счастливы, ни кто-либо вокруг вас. И это означает, что то, что вы делаете, является бесполезным и бессмысленным. Если те, кого вы любите, и те, кто любят вас, не будут счастливыми рядом с вами. Подумайте, куда ведет эта дорожка. И стоит ли она того, чтобы по ней идти. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Жимаю вам всего доброго и удачи.